Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты бизнес-экономика. Полночь одна, 8 июля 2019 года главный в семье Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты. Кадр, фильм «Нефть» основатель знаменитой династии Джон Рокфеллер-старший один из первых осознал значение нефти для мировой экономики и сделал на этом бешеное состояние. Он создал Standard Oil, прообраз нефтяного гиганта под названием ExxonMobil, экс-глава которой Рекс Тилерсон еще недавно был государственным секретарем США. Компания ведет деятельность по всему миру, включая Россию, не боясь при этом попасть под санкции. На пике своего влияния и спустя 150 лет со дня основания компании Семейный фонд Рокфеллеров заявил о желании прекратить инвестиции в нефтегазовую отрасль, включая вложения в родной ExxonMobil. 8 июля 2019 года исполняется 180 лет со дня рождения первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера. В связи с этим лента.ру повторно публикует историю великой бизнес-империи, созданной Рокфеллером. Впервые текст был опубликован в мае 2018 года. Маменькин сынок. Патриарх семьи Рокфеллеров Джон Дэвисон Рокфеллер родился в штате Нью-Йорк 8 июля 1839 года и прожил почти 98 лет. Благодаря его деловой хватке, усердью и долголетию семья сколотила первое в мировой истории миллиардное состояние. С поправкой на инфляцию, капитал Рокфеллера-старшего на момент его смерти оценивался более чем в 300 миллиардов долларов. Биограф Алан Невинс в своей книге Джон Рокфеллер. Промышленник и филантроп отмечает самообладание, холодную расчетливость и поразительную работоспособность бизнесмену. «Я был весьма уравновешенным и серьезным парнем», — вспоминал Джон Рокфеллер в старости. В этом плане он не был похож на своего отца Уильяма Яркого, жизнерадостного весельчака, балагура и любителя женщин. Уильям был лесорубом, затем купил собственную ферму, но не утруждал себя тяжелой работой, предпочитая ввязываться в сомнительные авантюры. Объявлял себя знаменитым специалистом по раковым болезням, исчезал куда-то на долгое время, возвращался разодетый с породистыми лошадьми или без гроша в кармане. Будущий миллиардер пошел в мать, которая верила в пользу упорного труда и строгой бережливости на грани скупости. Она принадлежала к одной из баптистских общин и была чрезвычайно религиозна. Благодаря ее воспитанию Джон Рокфеллер всегда делал пожертвования баптистской церкви, даже когда работал мелким клерком и экономил на обедах. В редкие моменты общения с семьей папаша буквально натаскивал детей на торговлю, обманывал и обдирал их до нитки, желая таким образом подготовить отпрысков к взрослой жизни. Джон Дэвисон Рокфеллер фото В Джоне авантюрность отца слилась с рационализмом и методичностью матери. Он не получил качественного образования и им был против поступления сына в университет. Умение считать и вести бухгалтерские книги, по мнению отца, было достаточно, чтобы заниматься бизнесом. И не мудрено страна, подгоняемая духом стяжательства миллионов американцев, развивалась бешеными темпами, строились железные дороги, стали литейные заводы, только что затихла золотая лихорадка в Калифорнии. Немецкий социолог Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» писал об этом времени, стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает в США характер безудержной страсти, подчас близкой спортивной. Джон Рокфеллер вступил в эту гунку в 16 лет, начав работать клерком в конторке, занимавшись соперевозкой грузов. Уже через три года вместе с партнером он основал собственную компанию по комиссионной торговле зерном, мясом и фуражом. Укреплению бизнеса помогла гражданская война. В отличие от брата Фрэнка, Джон в армию не пошел, а продолжал зарабатывать. Благодаря военным поставкам Кларк Эйнт Рокфеллер стала солидной фирмой с большим доходом. Фото. Добыча считалась рискованным делом, а вот ее переработка была более стабильным бизнесом, поэтому компаньоны построили и запустили нефтеперегонный завод, утверждает Алан Невинс. Очень быстро побочный бизнес перерос комиссионную торговлю сельхозпродуктами. Нефтяное подразделение компании было выкуплено Рокфеллером у партнеров на аукционе, отмечает Невинс. Торги начались с 500 долларов, но стороны не хотели уступать, цена достигла рекордных 72 тысяч долларов. Рокфеллер, уже твердо веривший в большое будущее нефти, без колебаний предложил 72,5 тысячи долларов по тем временам большие деньги. Обескураженные компаньоны подняли руки. «Я всегда указываю на день разрыва с ними как на начало своего жизненного успеха», — позже вспоминал бизнесмен. Так в 26 лет Джон Рокфеллер стал владельцем собственного нефтяного бизнеса. С помощью подкупа, интриг и угроз набожный дьякон, как называли его знакомые, добился от железнодорожных перевозчиков скидок на перевозку нефтепродуктов и приступил к захвату контроля над рынком. Рождение спрута в то время керосин, который производили из нефти многочисленные небольшие компании, был разным по составу и качеству. В 1870 году Рокфеллер с партнерами основали компанию Standard Oil, которая скупала сырье у нефтедобытчиков и перерабатывала по строго унифицированному стандарту. В начале деятельности Standard Oil контролировала десятую часть нефтеперерабатывающей промышленности США и управляла нефтеперегонными заводами, производством бочек, целой флотилией танкеров и сетью складов. В эти ревущие годы Рокфеллер последовательно разгромил всех соперников в войне тарифов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге и пережил несколько обывалов цен. Не чурался набожный бизнесмен откровенного бандитизма и нанимал гангстеров для нападений на нефтепроводы конкурентов. Через 10 лет Standard Oil уже контролировала транспортировку и переработку более 90% черного золота в стране. Так из первозданного хаоса свободной торговли выкристаллизовалась первая американская монополия, что, конечно же, не могло не раздражать общественность. Негативный эффект подогревали публикации в прессе. В 1902 году журналист Ида Торбил выпустила историю. Она считала, что каждый шаг по сооружению этого монстра сопровождался обманом, принуждением или подкупом, которые подрывали моральные устои американского бизнеса. Негатив в адрес империи Рокфеллера вынудил федеральное правительство принять ряд антимонопольных законов, а в 1911 году Верховный суд постановил разделить на 38 компаний. Впрочем, распуск почти не вызвал какого-то разительного усиления конкуренции. Новые компании просто поделили рынки. Стандарт Долгое время старалась не соваться на территорию. И наоборот, пишет не Винс. Джон Рокфеллер в старости фото Рокфеллер-старший вышел победителем из нефтяной войны, но его образ, во многом стараниями конкурентов, стал символом алчности, безжалостности и коррупции. Для того чтобы войти в высшее общество, просто денег недостаточно, необходима репутация и относительно доброе имя, ради чего нефтяной магнат занялся благотворительностью. На его деньги были основаны знаменитый Чикагский университет, медицинский институт, впоследствии Рокфеллеровский университет, в Нью-Йорке и фонд Рокфеллера. Последние до сих пор выделяют деньги на развитие искусства и научные программы. В целом Джон Рокфеллер-старший потратил на благотворительность половину своего миллиардного состояния. Собраться в клан В жизни немало историй об утекающих, как вода сквозь пальцы, состояниях. Американцы и в таких случаях говорят, четвертое поколение ходит в одной рубашке. Американский адвокат Джеймс Хьюс младший в своей книге «Богатство семьи. Как сохранить человеческий, интеллектуальный и финансовый капитал» Также так описывает цикл из грязи в «Кнезе и обратно». Первое поколение семьи копается на картофельном поле, не имеет качественного образования, но благодаря упорному труду, жесточайшей экономии и удачи сколачивает состояние. Второе поколение учится в университетах, носит модную одежду, строит особняки и попадает в высшие общества. Представители третьего поколения классическая золотая молодежь, они растут в роскоши, практически не работают и разбазаривают доставшиеся от отцов и дедов деньги. Наконец, четвертое поколение вновь копается в картофельном поле. Джон Рокфеллер младший фото Рокфеллером подобной участи удалось избежать. У Джона Рокфеллера старшего был единственный сын, Джон Рокфеллер младший, который приумножил капитал семьи. Этому способствовали, кроме прочего, два глобальных мировых конфликта боевая техника требовала гигантских объемов горючего и смазочных материалов, которые производили нефтяные компании семьи. Но все-таки сын не унаследовал фанатичную увлеченность бизнесом отца и посвятил свою жизнь управлению семьей и благотворительностью. Джон младший, по сути, создал династию Рокфеллеров, так же, как Джон старший сколотил капитал. У Рокфеллера младшего было шестеро детей этому поколению семьи и кроме состояния досталась система управления, которая и сегодня помогает сохранять капитал четвертому, пятому и шестому поколениям клана. Внуке Джона Рокфеллера старшего фото, Марти Ледехандлер, AP, для управления капиталом и активами семьи Рокфеллер младший основал специальный офис, в который могут обратиться заинтересованные в эффективном управлении капитала родственники. Ему же принадлежит идея семейных собраний, когда все члены клана ежегодно съезжаются в фамильное поместье. В любой системе управления семьей первостепенную роль для жизнеспособности и долговечности играет подтверждение этой системы каждым последующим поколениям и желание этого поколения участвовать в управлении семьей, отмечает семейный адвокат Джеймс Хьюз младший. Регулярное обсуждение общих вопросов гарантирует эффективную работу выбранной Рокфеллером системы управления. Его практические методы распределения роли в семье и привлечения сторонних консультантов взяты на вооружение многими другими богатейшими семьями мира, в которых действуют аналогичные системы управления. Позитивная роль неожиданного решения Джона Рокфеллера-старшего, который не стал принуждать сына к работе в семейном бизнесе, не совсем очевидна, ведь именно прямой родственник обычно продолжает дело, начатое отцом. Однако Рокфеллер-старший понял, что гораздо выгоднее будет раскрыть потенциал сына в том, что ему действительно подуша в управлении семьей и филантропии. С ним согласен и адвокат Хьюз младший, я убежден, что готовность отца позволить сыну устремиться к счастью по собственному пути одно из самых удачных решений с точки зрения долговременного сохранения капитала. Великий глобализатор. Решение отца Джон Рокфеллер-младший фактически превратил в семейное правило он побуждал своих детей искать себе дело по душе. В итоге отпрыски семьи в третьем поколении довольно успешно занялись политикой, международным банковским делом и инвестициями в перспективные индустрии. Самый честолюбивый внук Джона-старшего Нильсон Ярким, активным характером пошел в прадеда Уильяма. По его заказу мексиканский художник Диего Ривера в 1932-1933 годах создавал стенную роспись строящегося в Нью-Йорке Рокфеллер-центра. Однако сотрудничество Ливака с денежным мешком закончилось скандалом. На фресках Ривера изобразил развлекающихся буржуев, один из которых был очень похож на основателя Рокфеллеровской империи. Этого творцу показалось мало, и героями композиции стали Ленин, а также Троцкий, Энгерс и Маркс, держащие красное знамя с призывом пролетария всех стран, объединяйтесь в интернационале. Нильсон Рокфеллер потребовал заменить революционера лицом неизвестного человека, но Ривер отказался и фреску уничтожили. В 1960-х годах Нильсон стал губернатором штата Нью-Йорк, затем вице-президентом, но свою заветную мечту занят пост президенту Соединенных Штатов так и не осуществил. Дэвид Рокфеллер фото, Типиков, А.П. Нильсон Рокфеллер был постоянным членом Бильдербергского клуба неформальной ежегодной конференции самых влиятельных бизнесменов, политиков и глав ведущих средств массовой информации. Конспирологи называют членов клуба тайным всемирным правительством. Постоянным членом клуба был и родной брат Нильсона Дэвид. Усилиями Дэвида, Чейс Манхаттен Банк, стал первым американским банком, получившим лицензию в СССР. С 1960-х годов банкир и глобалист по убеждениям Дэвид Рокфеллер постоянно появлялся на территории Советского Союза, а затем и России. Как и многие из его предков, Дэвид был известен своей благотворительной деятельностью. Он пожертвовал более 100 миллионов долларов своей альма-матер Гарвардскому университету. Тем не менее, его демонизированный образ стал символом глобальной угрозы политическим и экономическим институтам всего мира. Дэвид Рокфеллер скончался в марте 2017 года в возрасте 101 года. В прошлогоднем рейтинге миллиардеров Форбс Рокфеллер занял 581 место с состоянием 3,3 миллиарда долларов. В начале мая 2018 года в Нью-Йоркском Рокфеллер-центре на торгах «Кристис» прошел благотворительный аукцион, на котором было выставлено личное имущество, семейные реликвии, коллекция произведения искусства, собранная несколькими поколениями Рокфеллеров. Нынешний глава «Рокфеллер фэмли офис» сын Дэвида Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер-младший заявил, что средства от продажи пойдут на благотворительность. Весной 2018 года венчурная компания «Венрок Ассоциатс», основанная на деньги Рокфеллеров, заявила о своем интересе к криптовалютным стартапам. После этих сообщений криптовалюты немедленно подорожали, возможно, могущественная семья решила переключиться с нефти на что-то более современное. Тимур Халударов